Добрый вечер, друзья! Мы снова вместе. Вот, у вас по-прежнему будет полторы-две сотни, если взять за сутки. А я в городном одиночестве. Уехала Савинич Елена Александровна к себе в Красноярск. Вот, а дальнейших наших планах чуть ниже. Тимофей в деревне. Ох, как он любит грушу, нарядные фильмы. Она у меня по вкусу во втором десятке. Значит, что-то я не понимаю во вкусах. Ну ладно, сегодня я ознакомлю то, что для меня это особый случай. Мы гордимся детьми. Фактически это сенсация для меня лично. Посмотрите, вот это было вначале. Это было год назад. Вот, читайте. Была красивая река. Вдруг солнце опустилось. И солнце спать пошло. Шесть или с половиной лет иметь такие фразы. Солнце спит. Так вот, это было. Японцы отдыхают. Вот. Что было два дня назад. Два дня назад он мне подошел и говорит, дед, да ты знаешь, что Вселенная не бесконечна. Ну я еще сразу-то не врубился. Чисто на механический, как монитофон. Ну как она не бесконечна, когда этого ученые не знают, потому что где-то же должен быть, если есть где-то граница, а что-то за границей опять что-то есть. Может еще одна Вселенная, давай ему объяснять. Он говорит, нет, все не так. И прочитает, то есть я лихорадочно записал за ним вот эту фразу. Огромные черепахи времени держат огромный космос. И эти черепахи бесконечны. У меня началась сиять крыша. Я говорю, быстренько повтори, я еще, может не так записал. Он повторяет, огромные черепахи времени держат огромный космос, и эти черепахи бесконечны. Откуда мы знаем про черепах? Помните, атланты держат небо на каменных плечах, а до этого было не атланты, а черепахи. Не знаю я, я бы до такого не выдумался. Ну, я вспоминаю, что у нас мозги, у нас у всех, кроме единиц из миллионов, мозги заблокированы 95%. Я догадываюсь, что мы, бывшая высокоразвитая цивилизация, потом, когда она попала, видимо, в какую-то беду, как я понимаю, и оказалось снова у костров, снова пришлось делать дубинки, делать эти самые каменные орудия труда, высекать огонь. И за несколько десятков тысяч поколений у нас мозги полностью задеревенели. Осталось 5% для тех, которые нужны для обычной жизни. Так вот, дети наши все, где они, к концу школы, у него послезавтра первый урок, к концу школы он будет такой, как у нас к этому приучили. И я еще вынужден сказать, вы же не зря, атакусь от этой фразы, это очень важно. Сейчас в школах будет что? Шахматы, ладно. Вот, кто бы против. Интересно, как они пихивать все будут. И будут те самые стрелялки. Игра в чертиков, как бабушка говорила, когда мой сын Сергей ночами просиживал. Вот, это вот у этих самых проб, как она там называется, учебные проб, у Министерства просвещения. Просвещение. Эти люди, мне так хочется несколько материнцев выбрать, не имеют понятия, что компьютеры уничтожают будущее поколение. Не знают, если они решили вести стрелялки с школьниками. Уже не знаю, чем школьников в школе удержать. Идиоты, кое-то, извиняюсь. Вот. Ну, я сказал, мне стало легче, я могу продолжать. Идиоты, кое-то, извиняюсь.